Символично, но именно на этой неделе, когда вспоминали жертв политических репрессий, сотрудники Выборгского замка показали нашей телекомпании неизвестный памятник Сталину и Ленину. Трехметровый железный монумент вождей пролежал в подвалах более 60 лет. Известно, что памятник был отлит в начале 50-х, предположительно в Ленинграде. По одной из версий, его хотели установить на площади выборгских полков. Однако после разведчания культа личности Сталина от этой идеи отказались. Сначала монумент отправили на хранение в Выборгский комбинат благоустройства. Но когда в 90-х над железными вождями нависла угроза переплавки, их передали в Выборгский замок, где припрятали в темном корпусе бывшей тюрьмы. Он достаточно необычен. Если подобные памятники еще и были на территории Советского Союза, то, скорее всего, они были утрачены либо в период развенчания культа личности, либо в 90-е годы, например, также были отправлены на переплавку. И мне кажется, что сохранить подобную скульптуру, как памятник двум реальным историческим деятелям, это вполне себе музейная задача. Я не вижу здесь никакой идеологической подоплеки, в которой нас иногда упрекают. Одно из предложений – передать монумент в музей-заповедник Ялкало, где Ленин провел несколько дней в 2017 году. Правда, для этого придется разузнать все тайны создания скульптуры и восстановить технические документы.